Уровень культуры в заведениях общественного питания в целом повысился, но нареканий все еще много. С наступлением летнего сезона сотрудники Роспотребназора проводят массовые проверки работы уличных кафе. С их первыми результатами специалисты сегодня познакомили журналистов региональных СМИ. Слово Марии Иванченко. В нынешнем году набережную Волгограда совершенно не узнать. Здесь практически исчезли все летние кафе. Специалисты связывают это в первую очередь с многочисленными нарушениями, которые наблюдались в заведениях общественного питания. И, конечно же, с ужесточением норм САМПИНА. Прежде всего, как поясняют специалисты, санитарные правила ужесточили для уличных кафе, которыми Волгоград изобилует в летнее время. Среди нововведений, которые вступили в силу в нынешнем году для данных учреждений общественного питания, существенное ограничение ассортимента предлагаемого меню. В частности, практически полный запрет на приготовление мясной продукции. Непосредственно в кафе разрешается готовить только шашлык. Кстати, здесь тоже есть нюансы. Так запрещено жарить мясо на открытом огне в стационарных точках, расположенных в жилых домах. Таким образом, Роспотребнадзор наконец отреагировал на многочисленные жалобы жителей по неволе вынужденных дышать дымом от шашлыков. Что же касается уличных заведений, то в них мангал должен располагаться не там, где захочется хозяину, а в специальном павильоне и не ближе 50 метров от жилых зданий или разного рода учреждений. Для того, чтобы проверить, как выполняются новые санитарные нормы, сотрудники Роспотребнадзора уже провели ряд проверок учреждений общественного питания по всему региону. В целом, замечаний стало гораздо меньше, говорят специалисты. Уровень культуры таких заведений существенно повысился. Но нарекания от посетителей и жителей, соседствующих с летними кафе-домов, по-прежнему есть. Нарушение сроков годности, использование продуктов, в том числе сырья низкого качества для приготовления, не таких, которые заявлены в составе данного продукта. Жалобы также имелись и на функционирование данных предприятий общественного питания, в том числе и на шум. Шумовой фактор присутствует. Несколько дел. Практически по всем проверенным объектам приняты меры административного характера. Кстати, по результатам проверок, более 30 заведений общественного питания прекратили свою деятельность. Самая распространенная причина, объясняют в Роспотребнадзоре, несоответствие типу предприятия. К примеру, кафе работает на большей площади, чем указано в соответствующей документации.